здрасте друзья слышно ли видно для меня и ушел о итак сегодня мы с вами займемся логарифмическими уравнениями и системами логарифмических уравнений ну а со следующего раза начнем погружение прекрасную тему логарифмических неравенств где есть моменты для выноса мозгов которые мы постараемся перевести в понимание того что все не то чтобы сложно вот раз понял значит не сложно как-то так итак первая часть нашей сегодняшней встречи мы решим четыре сложных логарифмических уравнений но относительно сложно прошлый раз я вам говорил чем отличается сложное логарифмическое уравнение от несложного метод все время один и тот же привести все к логарифмам с одним и тем же основанием а затем снять логарифм пользуясь свойством монотонности логарифмической функции напоминает означает что она либо возрастает на всем множестве значений x либо убывает в зависимости от того какое основание и так начинаем развлекаться первое уравнение ну что же более того просят указать корни уравнения принадлежащие отрезку и отрезок вот так романтично выглядит вот такие вот иррациональные числа в логарифмической форме и так я напоминаю напоминаю что логарифм существует при определенных условиях в случае давайте их напишем основание должно быть больше нуля не равно единице показатель должен быть больше нуля начнем с одезы во-первых первый показатель должен быть больше нуля во вторых 2 и условия эти выполняться должны одновременно получаем что x должен быть меньше двух ну а x в четвертый и так всегда больше нуля то есть x от минус бесконечности до плюс бесконечности до плюс бесконечности ну соответственно нашу одезы будет x принадлежит интервалу от минус бесконечности до двух записали одезы переходим к решению уравнений здесь видно что основание логарифмов 5 и 25 это степень одного и того же числа я здесь сверху сразу перепишу воспользовавшись свойством этот логарифм как логарифм по названию 5 x квадрат если вам понятно что сейчас произошло поставьте пожалуйста плюс если непонятно поставьте минус вы великолепно но действительно из x в четвертый и катерина не поняла хорошо пишу отдельно это быстро я представляю логарифм по основе 25 как логарифм по основе 5 квадрате а из четвертый представляю как x квадрат в квадрате ну и теперь степени выползают вперед числитель и знаменатель екатерина если вам понятно поставьте плюс и мы пойдем дальше константин а не равно единице а это основание логарифм это я записал все условия существования логарифма ну что же нам остается просто решить квадратное уравнение мы приравниваем 2 минус x x квадрат находим корни это минус 2 и 1 что и является ответом но остался второй вопрос какие из этих чисел принадлежат указанному интервалу числа у нас получились целые а интервал задан и рациональными логарифмическими числами здесь необходимо примерно понять чему равны границы интервала для этого надо вспомнить ну по сути основное логарифмическое тождество то и задаться вопросом что именно означает логарифм означает он следующее в какую степень надо возвести 9 чтобы получить одну 82 я не знаю в какую степень но знаю что если возвести 9 в минус 2 получится 1 81 если возвести 9 в минус третью степень давайте сотру с вашего позволения так 9 в минус 2 это 1 81 9 в минус 3 это 1 729 9 из чего я делаю вы видите дробь уменьшается дробь уменьшается тогда когда увеличивается ее знаменатель это значит что чтобы получить 1 82 мне надо возвести в степень минус 2 с чем-то не знаю с чем но самое главное что это число меньше чем минус 2 вывод корень минус 2 в интервал попадает точно такая же логика с вторым логарифм в какую степень надо возвести 9 чтобы получить 8 я не знаю но знаю что 9 в 1 это 9 9 в квадрате понятно 81 то есть число увеличивается у меня же число в результате возведения 9 в степени уменьшилось а значит мы имеем дело с дробной степени ну то есть это что-то 0 допустим 9 9 9 и так далее число меньше единицы может надо возвести девятку в степень 7 8 из этого следует что корень равные единицы не подходит в интервал единица больше чем число меньше чем единицы если вам все понятно поставьте пожалуйста плюс и мы перейдем к следующему уравнению если непонятно ставьте минус а потом формулируйте вопрос прекрасно следующая уравнение право мнение Играет музыка. Также просят найти корни уравнения, принадлежащие интервалу от минус 1 до 8,9. Коэффициент перед x в 4 я просто забыл сначала написать, поэтому его поставил после x в 4. Первое ОДЗ. Но здесь обратим внимание, при любом x существуют функции в показателях, поскольку там x в квадрат и x в 4, а к ним исключительно прибавляются положительные числа. Так что x принадлежит интервалу от минус бесконечности до плюс бесконечности. Перепишу уравнения таким образом, чтобы логарифмами имели одинаковое основание. Единицу представляю как логарифм по основанию 2 числа 2. Следующий логарифм без изменений. А здесь свершу вот такую манипуляцию. Если вам непонятно, поставьте минус, и я поясню. Но это опять то же самое свойство, я выношу вперед степени. Давайте так договоримся, что если у вас вопрос возникает, то вы не ждете моего вопроса, есть ли у вас вопросы, а сразу бах, минус в чат. И тогда я останавливаюсь. Теперь логарифмы имеют одинаковое основание, но слева сумма логарифмов. Воспользуемся свойством. При сложении логарифмов показатели перемножаются. Ну и сразу снимем сами значки. Логарифмов. Поделим на 2, и все в одну сторону. Получилось биквадратное уравнение. Ну, можно его решать заменой. Можно решать разложением на множители. Давайте решим заменой. Продолжение следует... 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 и того x либо плюс-минус корень из двух либо плюс-минус 1 2 какие из этих корней попадают в интервал очевидно что плюс минус 1 2 попадает корень из 2 это приблизительно 1,4 и становится понятно что не минус корень из двух не плюс корень из двух в интервал не попадает если все понятно поставьте плюс если есть вопросы поставьте минус в конце решение я буду все-таки спрашивать про плюсы и минусы молодцы 3 это если что x квадрат минус 5 не влезла в строчку уравнение вот такая вот прелесть что мы видим мы видим что здесь логарифмы представлены с разными основаниями с основанием 2 с основанием 3 но также бросается в глаза что повторяются логарифмы например вот этот и вот этот да и собственно вот эти тоже повторяются а значит нам надо применить такой метод решения уравнений как группировка осуществляется он последовательно главное не спешить методом выноса за скобки давайте ну ладно не будем вводить замены так вынесем начну с логарифма с основанием 2 вот я его выношу за скобки но за скобки его выношу не ну помним да что вынести за скобки означает поделить каждое из слагаемых выравнения на это число я буду выносить его только из первых двух слагаемых зачем мне 3 4 также делить на логарифм будет неприятно что же останется в скобках второй логарифм который в квадрате плюс 3 остальное пока просто переписываем логарифм Продолжение следует... Что же делать дальше? Вынести из новой получившейся суммы логарифм с основанием 3 пока не представляется возможным. Однако бросается в глаза, что если вот из этой разности минус 2 логарифма и минус 6 вынести минус 2 за скобку, то в точности в скобке останется вот эта скобка. Давайте мы это сделаем вот сразу здесь. Вот мы вынесли минус 2, иначе здесь осталось не минус 6, а плюс 3. Видите, в первой скобке логарифм плюс 3 и во второй скобке логарифм плюс 3. А значит, мы можем за скобки всего этого выражения вынести эту скобку. Давайте так и сделаем. Я специально тут пишу квадратные скобки. Так вообще можно делать, это не противоречит грамотности и корректности. Просто так нагляднее, где скобка относится к показателю логарифма, а где к какому-то целому выражению. Если вам понятно, что произошло, поставьте, пожалуйста, плюс. Если непонятно, ну, очевидно, что делать. Итак, получилось произведение двух скобок, и это произведение равно нулю. Кстати, именно по этой причине, ну, зная о том, что метод группировки будет применен, я и не писал УДЗ. Потому что теперь я перехожу к, кстати, к чему? К совокупности или к системе, в которой будет равенство нулю первой скобки и отдельно равенство нулю второй скобки. Я пока буду писать это равенство, от вас жду ответа. Совокупность это или система? Спасибо. 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 Вы правы, Валерий. Это действительно совокупность, потому что мы прям проговариваем вслух. Помните, я вас учил, что союзы соответствуют системе и совокупности. Здесь у нас или первая скобка равна нулю, или вторая скобка равна нулю, или обе, что не так важно. А система, она говорит, что обязательно должны выполняться оба условия. Но нам же не обязательно, чтобы обе скобки равнялись нулю, хотя бы одна. Поэтому это совокупность. Я здесь для экономии места напишу, что в первом случае х должен быть меньше 7, а во втором случае х квадрат должен быть больше 5. Здесь смотрите, что у нас получается. А у нас получается в случае первого логарифма весьма неприятная вещь. Квадрат логарифма. Логарифм это какое-то число. В какую-то степень возвели 3 и получили 7 минус х. Какое бы это ни было число. При возведении в квадрат оно становится положительным. Но положительное число плюс 3 не может равняться нулю, ни при каких иксах. Поэтому в первом случае, в первом уравнении решений никаких нет. А вот во втором они как раз должны быть. Но для начала я с вашего позволения перейду на следующую страницу. Для начала мы все-таки разберемся с ОДЗ. Я его перепишу сюда. Х меньше 7, и х квадрат. Но все-таки вот в таком виде минус 5 больше нуля. Две оси. Вообще, это можно было и в начале сделать. Наносим сюда точки. Значит, вот точка 7. И все, что левее нам нравится. Вот точка минус корень из 5. Вот точка плюс корень из 5. Подставляем 0. Здесь минус. Здесь плюс. И вот. Ой, каюсь. Нам же плюсы надо. Вот такой вот интервал получился. Два точнее интервала. Возвращаемся к уравнению. Логарифм по основанию 2х квадрат минус 5 равно 2. Это означает переход к уравнению. Х квадрат минус 5 равно 4. То есть, х квадрат равно 9. У нас два корня. Или тройка. Или минус тройка. Далее просят подставить это в интервал. Уже знакомый формат вопроса. Вот такой. Опять же, примерно прикидываем. В какую степень надо возвести 2, чтобы получить... Ну, давайте сначала 9. Это число больше, чем 8. Значит, этот логарифм представляет из себя число больше, чем 3. Потому что именно 2 в кубе равно 8. Так мы понимаем, что и 3, и минус 3 пока что подходят. Но надо понять, чем равен второй логарифм. Там логика опять та же. Я знаю, что 2 в минус 3 это 1 восьмая. Но у нас 1 седьмая. Это дробь большая, чем 1 восьмая. А значит, первый логарифм у нас является числом большим, чем минус 3. Простите, меньшим наоборот. Нет, все правильно. Большим, чем минус 3. Ну, то есть, минус 2 с чем-то. Поэтому второй корень не подходит. Первый подходит. Если все понятно, что произошло, поставьте, пожалуйста, плюс. И мы перейдем к последнему, очень изящному уравнению. Корень, если что, удовлетворяет и ОДЗ. Корень из 5 это примерно 2,2. Так что тройки, они будут вот здесь, справа и слева. Прекрасно. Последнее на сегодня уравнение. Оно с переменным основанием. Прекрасно. вот такая вот прелесть и еще и надо указать в корни принадлежащие очень красивому интервалу ораку это задание тоже из одной олимпиады низшего уровня потому что конечно возникает вопрос что теперь с этим делать основание кажется ничего не имеет собой общего но те кто знакомы со свойствами логарифма глядя на правый логарифм начинают иметь некоторую надежду потому что очень это похоже на свойства логарифм по основанию а числа b меняет местами показатели основания и в этом случае уходит в знаменатель и тут у нас логарифм в знаменателе что же надо сделать для того чтобы надежда продолжала теплиться надо проверить вот это вот произведение двух скобок она случайно не является основанием логарифма в левой части проверим и так это равно x минус x квадрат минус 33 x и плюс 33 то есть минус x квадрат минус 32 x плюс 33 совпадение доказано одзе мы займемся чуть позже если понятно что произошло я стираю если нет просто напишите что непонятно ну то есть минус поставьте вот 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 такое траве 100 получилось теперь можно избавляться от логарифмов перейдем к уравнению 2x квадрат плюс 33 x плюс 136 равно 0 к сожалению она не делится на 2 поэтому ищем корни через дискриминант это минус 33 ну и так далее так 33 в квадрате это 990 и 99 1089 4 на 288 на 136 это 800 1040 1088 делить на 4 вот такие два корня придется проверянуть это классическая задача придется проверять попадают ли эти корни в одзе у дз здесь громоздкая ну 2x квадрат плюс 136 всегда больше нуля минус 33 x должно быть больше нуля не равно единице из первого неравенства следует что x должен быть меньше нуля и x не может быть равен минус 1 33 остается рассмотреть вот такое неравенство и вот такое равенство решая неравенство надо решить соответствующее уравнение здесь коэффициенты сумма коэффициентов перед x квадрат x 1 и x нулевой равна нулю а это значит что один корень это единица а другой c делить на а то есть минус 33 подставили 0 тут плюс тут минус тут минус вот этот интервал нам надо одновременно с этим вот с этим самым неравенством мы понимаем что вот эта функция квадратичная она и не может равняться единице потому что у нас ну условия вот это вот она уже говорит что их должен быть меньше нуля они погодите я не прав нет надо решать соответствующее равенство из этих трех условий написанных до этого мы делаем вывод что x во первых лежит в интервале от минус 33 до 0 ну потому что видите ноль лежит левее чем единица и что x не равен минус 1 33 ну а здесь нам предстоит решить квадратное уравнение которое выглядит как x квадрат плюс 32 x это я переношу все в правую сторону и минус 32 ну вообще не равно нулю но мы решаем его как будто оно равно нулю через дискриминант 32 в квадрате это 960 и 64 1024 степень десятки и плюс 4 на 32 100 плюс 128 делить на 2 корня из этого числа нет более того более того более того опять же стираю пока все лишнее делю на 2 почленно x12 это минус 16 плюс минус для этого надо сумму под корнем поделить на 4 то есть 4 вынести из-под корня чтобы она превратилась в двойку 1024 делить на 4 это 256 128 делить на 4 это 32 итого 288 или это 144 на 2 вот для чего помнить надо квадраты двузначных чисел для того чтобы таким вот образом упрощать итак x не равен вот таким числом это тоже относится к одзе однако не совпадает с найденными корнями оба корня подходит под этого дзе они оба отрицательные и лежат в интервале от 0 до минус 33 ну соответственно осталось эти корни только с интервалом сравнить а для этого нужно представить что же это такие за корни то есть чему примерно равен корень из 3133 вспоминаем таблицу квадратов 17 в квадрате это 289 18 в квадрате это 324 итого минус корень из тридцати трехсот тридцати трех это приблизительно минус 18 из 33 еще все проще это приблизительно минус 6 у нас числа минус 8 и минус восемь с половиной оба туда подходит если все понятно поставьте плюс сложную но уравнение на предмет счета не более того на мой взгляд такие решать и есть одно удовольствие тоже вся математика в деле ну что же в оставшиеся 10 минут мы напоминаем друг другу как решаются системы да они будут содержать логарифмические показательные другие уравнения но самое главное это запомнить общий универсальный подход к системе это из вашего домашнего задания номер 44 18 а итак система смешанного типа здесь два типа уравнений все системы напоминаю решаются абсолютно все универсальным способом до существует набор всяких ухищрений как ускорить эти процесс процесс решения но целом все всегда решается одинаково не разрушая систему мы ставим знак равносильности и выражаем из одного из уравнений переменную которую вам подставлять во второе уравнение но естественно выбираем так чтобы это было удобно удобно выразить игрек из второго уравнений получить 3x минус 2 а теперь его подставляем в первое при этом систему не разрушаем ну давайте единицу на тоже сразу перенесем и запишем ее как логарифм по основанию два числа 2 дальше неудобно тащить всю систему поэтому мы пишем ру то есть решить уравнение понятно какое второе ну и соответственно это уже чисто логарифмическое уравнение между логарифмами тут знак минус это значит можно поделить показатели или или наверно лучше сделаем так мы вот это вот вынесем минус за скобки логарифмы внутри перемножиться на смысле их показатели и потом мы это все в правую сторону тогда можно будет приравнять непосредственно показатели что выглядит как более простое решение вот так соответственно корни получились следующие это 1 и 2 и после этого мы возвращаемся в систем вот здесь вот ставим знак равносильности обводим его в кружок потому что мы перескакиваем через блок посвященный решение уравнения и вот здесь опять же важный момент нас получилось два икса которые нам кстати хорошо бы вообще проверить подходят ли они в область допустимых значений но важнее здесь что каждому из иксов будет соответствовать игрек и переходим мы от системы к совокупности систем почему не к системе совокупности ну по логике почему мы корни уравнения описываем совокупность ну либо один подставляем либо другой но оба подходит система бы означало что надо одновременно подставить два корня что некорректно но так и здесь мы в эту систему будем подставлять либо одну пару чисел икс игрек либо другую пару а вот пара существуют одновременно поэтому x1 вот сюда вот и x2 переписываем получаем соответствующий y1 который у нас через x выражается как 3x минус 2 получаем тоже единицу а y2 соответственно 4 ответ к системе я повторюсь еще суды за это дело надо сравнить может не подходит кто-то из иксов в принципе ну чтобы сэкономить время хотя это неправильно для официального решения можно просто подставить x вот в это уравнение и посмотреть как оно вообще вот логарифм по основанию 2 числа числа y он точно в порядке потому что игреки у нас получились положительно так что вопрос остался только к иксам ну если подставить это же и единицы и двойка это ладно подставляем значит подставив единицу получим в первом логарифме 1 плюс 3 минус 2 то есть 2 и того этот логарифм равен единице во втором логарифме 3 минус 2 это 1 то есть это 0 это единица логарифм и тут единица получается 1 минус 0 плюс 1 все в порядке положительно с двойкой в общем все то же самое тоже подходит и того ответ к системе записывается как пары чисел где на первом месте стоит x на втором y и и перечисляются эти пары никак не равенство через знак объединения а через точку запятой вот таким вот образом если все понятно поставьте плюс если непонятно минус перед тем как разойтись забежим чуть вперед по домашнему заданию решать целиком я эту систему не буду но мы на нее вместе посмотрим потому что в только что рассмотренной системе было линейное уравнение из которого чудесно выражалась одна переменная а что если таких нет вот допустим это означает что надо совершить ряд действий которые позволят опять же выразить какую-нибудь из перемен не обязательно сразу бежать к выражению этой самой переменной для начала можно упростить уже написано уравнение ну например первое уравнение можно переписать вот таким образом второе уравнение даже вот таким ну и соответственно мы перешли к системе x плюс y равно 4 а x y равно 3 ну естественно надо записать одзи сюда же по сути в систему x больше нуля и говорит больше и теперь решить эту систему если все понятно поставьте плюс если нет так минус ну и прекрасно и так призываю вас поработать над домашним заданием там не так много но тем не менее это как бы кульминация ваших знаний показательных уравнений они там встретятся и логарифмических со следующего раза мы начинаем логарифмические неравенства вот желаю вам хорошей недели светлой погоды и крепкого здоровья счастливо счастливо да все ش мы algún